Добрый день, я приветствую всех на брифинге в Министерстве иностранных дел Российской Федерации. С нами российские и зарубежные корреспонденты. И начнем с графика министра иностранных дел России Сергея Викторовича Лаврова. Сегодня, 27 декабря, состоятся переговоры глав внешнеполитических ведомств России и Индии в Москве. Вот-вот они начнутся. Министры проведут сверху позиций по актуальным международным вопросам. Отдельно затронут тему взаимодействия в рамках ООН, ШОС. Группа 20 обсудит приоритеты председательства России в БРИКС в наступающем году. Предполагается углубленный обмен мнениями по проблематике формирования справедливой архитектуры безопасности ВТР, ситуации вокруг Украины, Афганистан, а также Палестино-Израильское противостояние. По итогам переговоров запланирована пресс-конференция, она пройдет в прямом эфире. Завтра, 28 декабря в 11.30, опять же, в прямом эфире телеканала «Россия-24» состоится интервью министра иностранных дел России Сергеевича Лаврова, генеральному директору Международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрию Константиновичу Киселеву по актуальным вопросам внешней политики и текущей международной повестке дня. И еще один анонс. Пока еще у меня нет точной даты, но учитывая, что многие задают этот вопрос относительно того, когда и в каком формате будет подведение итогов внешнеполитического года, скажу, что по традиции, и мы сохраняем эту традицию, и в этот раз большая пресс-конференция министра иностранных дел России Сергея Лаврова состоится в январе. А точной датей мы, безусловно, объявим дополнительно для возможности аккредитации. Итак, переходим к актуальной международной повестке. Ситуация вокруг Украины. Украинские неонацисты не прекращают варварских обстрелов жилых кварталов в ряда российских регионов, причиняя ущерб и страдания мирным жителям. Широко применяется представленная западниками крупнокалиберная артиллерия, то есть реактивная система залпового огня, а также ударные беспилотники. 20 декабря в результате ударов УСУ по территории ДНР ранены 6 человек. 21 декабря бандеровскими наследниками были обстреляны Донецк и Горловка. Погиб один мирный житель, ранено пятеро, в том числе девочка-подросток 2007 года рождения. Одна из ракет попала в Донецкий областной травматологический центр. Помимо больницы нанесен ущерб транспортному депо, где полностью уничтожены два троллейбуса. Повреждены многоквартирные и частные жилые дома, здания библиотеки 3-го корпуса ДНТ и другие объекты социальной и гражданской инфраструктуры. Ночью 22 декабря в УСУ нанесли безжалостный удар по школе и детскому саду в Калачанском районе Херсонской области. Тяжело ранен охранник, дети не пострадали и не пострадали по счастливой случайности в связи с поздним временем суток, их просто не было в здании. В тот же день в Донецке в результате сброса боеприпасов с украинских беспилотников пострадали пятеро сотрудников МЧС. Они тушили пожар, а также сотрудники коммунального предприятия, причем боевики в УСУ были повторно... Они наносили удары повторно именно по пожарной бригаде. Украинские националисты открывали огонь по Белгородской области. 22 декабря они постреляли из миномета окраины Шибекина. 23 декабря атаковали мост в Грайворонском районе с помощью дрона Камикадзе. Пострадало пять человек. Вечером 24 декабря массированным обстрелом подверглась Горловка. Погибла местная жительница, ранены 10 человек, сгорел торговый центр Галактика, повреждены школа, художественный музей. К сожалению, на Западе продолжают цинично закрывать глаза на эти преступления своих киевских подопечных. Либо просто цинично радуются тому, как, как они говорят, удачно разместили инвестиции в киевский режим. Российские правоохранительные органы проводят тщательное расследование всех обстоятельств каждого из подобных случаев, чтобы привлечь к ответственности причастных к ним боевиков ИСУ и их командиров, которые отдавали соответствующие преступные приказы. Суды Российской Федерации на основании доказательств, собранных Следственным комитетом нашей страны, продолжают выносить приговоры украинским неонацистам, которые совершили тяжкие преступления против мирных граждан. На прошлой неделе сразу 10 боевиков из националистического полка «Азов», «Узменко», «Кочаевский», «Печко», «Могильный», «Сыгас», «Святойла», «Логоша», «Безменов», «Дубров», «Потапа» получили от 20 до 25 лет лишения свободы за преступления против мирных жителей Мариуполя весной 2022 года. За аналогичные злодеяния против гражданского населения ДНР весной 2022 года длительным сроком заключения от 24 лет до пожизненного приговорены украинские боевики Бенза, Данилов, Кристофорович. Украинский неонацист Рашпля, который весной 2022 года в Мариуполе, выполняя преступные приказы командования, расстрелял 16 мирных жителей, приговорен к 22 годам лишения свободы. Еще один бандеровец Попцов, который весной 2022 года вместе с другими боевиками ВСУ обстреливал в ДНР жилые кварталы, получил 28 лет заочно. 25 декабря в Османный суд Москвы по ходатайству следствия заочно арестовал начальника Главного управления разведки и Минобороны Украины Буданова, которого обвинили в терроризме. Ему инкриминирована подготовка и совершение на территории России 104 преступлений, предусмотренных положениями статьи 205 УК РФ, а именно террористический акт. Работа по расследованию преступлений, совершенных украинскими ино-нацистами, будет продолжена. Никто из них не уйдет от наказания. В условиях растущей в мире усталости от киевского режима и сокращения финансовой военной помощи Запада, режим Зеленского готов пойти на любые шаги, чтобы вернуть проблематику украинского конфликта на первые позиции в международной повестке дня. Они же помнят, как удачно они совершили под диктовку Вашингтона и Лондона провокацию в Буче. Сколько об этом Запад говорил. Правда, потом все резко замолчали, когда дело дошло до фактов. Но ведь первые месяцы это было темой номер один. В Бучу приезжало все международное сообщество западное, в том числе, кстати говоря, приезжали туда и представители международных организаций. Западные журналисты посвящали этому буквально каждый день передовицы газет и онлайн-изданий. Готовились репортажи, документальные фильмы должны были выйти, пока дело не дошло до основного. А где списки тех, кто там погиб? Где они поименные списки, которые составляются при любой трагической ситуации, будь то авиакатастрофа, будь то кораблекрушение, будь то террористический акт? Имена людей, которые погибли, публикуются информационными агентствами на специализированных сайтах с датами рождения и с паспортными данными по разным причинам. Почтить их память, информировать в том числе их родственников и друзей о том, что с ними случилось. Ну и в том числе подтвердить в принципе факт того, что были жертвы. Побучи нет ничего. Ни имен, ни дат рождения, ни паспортных данных. Их просто нет. Их и не было. Потому что это все была провокация. Что-то подобное киевский режим замыслил и на этот раз. Не исключается организация очередной антироссийской провокации с использованием отравляющих веществ западного производства. Чтобы затем инициировать в структурах Организации Объединенных Наций и мировых СМИ новую кампанию по обвинению нашей страны в якобы преднамеренном использовании химического оружия. Тема раскручена. Была несколько лет до этого. Запад активно разминал международное сообщество. Опять же, вот на этих самых антироссийских позициях в связи с химическим досье. По имеющейся информации, в подготовке такой провокации активное участие принимает СБУ. Которая привлекла к сотрудничеству располагающуюся в Киеве украинскую компанию Риалаб. Она специализируется на импорте химических реагентов и прекурсоров. Через эту фирму в октябре-ноябре текущего года в Германии закуплена так называемая малая партия триэтаноламина и азотосодержащего соединения натрия. Производство американской компании Honeywell Research Chemicals. Компания американская расположена в городе Зельц, ФРГ. Что же это такое за вещества? Дело в том, что триэтаноламин входит в приложение по химикатам, конвенции о запрещении химического оружия и подлежит ежегодному декларированию. Данное соединение является прекурсором для синтеза отравляющего вещества кожно-норвного действия, а именно азотистого иприта. Азотосодержащие соединения натрия высоко токсичны, а их поражающий эффект аналогичен цианиду. По оценке российских специалистов указанные химикаты могут быть использованы СБУ для производства боевого отравляющего вещества с целью проведения ограниченной по масштабам провокационной акции на подконтрольной территории, подконтрольной киевскому режиму в полосе действий наших войск. Иприт известен со времен Первой мировой войны, как известно. Применившие его в боевых условиях немцы называли это вещество гифт-дер-гифте, яд-ядов. Во Второй мировой войне он не использовался, поскольку был запрещен конвенциями. Кстати, эти конвенции признавал даже Гитлер. Однако украинские неонацисты намерены пойти дальше своих фашистских кумиров. Режим Зеленского продолжает рьяно выполнять установки заокеанских хозяев, вести войну до последнего украинца. Им абсолютно все равно, какие последствия наступят и после этой провокации. Как им же было абсолютно все равно, какие последствия наступят после применения снарядов с обедненным ураном, которые поступали от Британии к киевскому режиму. Им же все равно, хотя они называют земли, на которых применяют эти снаряды, своими. Точно так же они не будут считаться с бойцами ВСУ, с людьми, которые обслуживают киевский режим или просто сломлены для того, чтобы встать под знамена Зеленского. Сломлены в прямом смысле этого слова Зеленскому и все его шайки абсолютно наплевать на последствия, с которыми столкнется его собственное население, если эта самая провокация будет исполнена. Главное для них собственная выживаемость в условиях, когда весь мир увидел, что собой по-настоящему представляет эта самая американо-британская авантюра под названием «Киевский режим» и создание плацдарма против нашей страны». Воевать за прогнившую и за зашкаливающей коррупции национализма власти желающих на Украине становится все меньше. За уходящий год военкомы сумели поставить под ружье порядка 40 тысяч человек. Это не позволяет покрыть потери ВСУ при так называемом контрнаступе. Добиться нужного результата призваны поправки в законодательство, которые, по сути, превращают значительную часть населения Украины буквально в бесправных рабов. Но людей мобилизационного возраста готовится настоящая охота. В планах насильственное возвращение из-за границы и мобилизация сбежавших от войны украинских мужчин. На это предложение бандеровцев уже откликнулись так называемой демократической Европе. 22 декабря министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляйенемец заявил, что Таллин окажет Киеву содействие в выдаче у колонистов. Знаете почему? Да потому что их кормить же надо, тех самых, которые искали в Эстонии убежище, пристанище, какое-то временное проживание. И же надо кормить, обеспечивать работу, лечить, кстати говоря, тоже. А на это Эстония не подписывалась. Эстония подписывалась на русофобию, на бесконечные информационные политические атаки против нашей страны. Подписывалась Эстония на общий прибалтийский хор в отношении всего того, что связано с нашей культурой, с нашей историей, с нашей страной, народом. А на создание хотя бы примерно человеческих условий для жизни тех, кто, услышав голос Запада, к ним пришел, Эстония не подписывалась. Поэтому теперь, конечно, они воспользовались этим самым проектом, этой самой озвученной идеей о выдаче граждан Украины киевскому режиму и с воодушевлением начнут это делать, чтобы не кормить их просто. По сообщениям СМИ, аналогичные идеи обсуждаются в Польше, в других странах. Все это лишний раз свидетельствует о том, что Украина и ее население являются для киевского режима разменной монетой, пушечным мясом. Они готовы пожертвовать своими же гражданами во имя самосохранения, во имя удовлетворения проплаченных интересов Запада. 19 декабря, как вы знаете, состоялась пресс-конференция Зеленского по итогам года. Что она продемонстрировала? Все увидели неуверенность киевского режима в собственном будущем на фоне растущей усталости Запада от их провалов. Попрошайничество украинских подопечных вызывает все большее раздражение, как в Вашингтоне, так и в Лондоне, в Брюсселе. В западном обществе среди рядовых граждан растет нежелание подпитывать коррумпированный режим из собственного кармана. Чем скорее коллективный Запад осознает, что урегулирование спровоцированного им украинского конфликта возможно только через достижение целей специальной военной операции, тем скорее наступит мир. Как известно, на Украине с этого года празднование православного Рождества исключительно по политическим причинам было перенесено с 7 января на 25 декабря. Они же и не скрывали там, для того, чтобы быть ближе к Европе. Вообще-то, люди, которые верят в Бога, отмечают религиозные праздники, чтобы быть ближе к Богу. И только на Украине Рождество отмечается для того, чтобы быть ближе к Европе. Раскольники из ПЦУ тщетно пытались организовать праздничное благослужение в храмах, некогда принадлежавших канонической украинской православной церкви. Большие надежды возлагались на то, что центром торжеств станет Киево-Печерская лавра. Однако, что-то пошло не так. Обычно заполненный верующими до отказа Успенский собор обители, судя по публикациям в СМИ, практически пустовал. Ну что, опять рука Москвы, проделки Кремля, что на этот раз придумают? Схожая картина, кстати говоря, наблюдалась и в других храмах и монастырях Украины. Да потому что люди уже устали от бесконечного вранья киевского режима, от бесконечного воровства украинских властей, от бесконечного принесения в жертву интересов страны и народа буквально именно так, во имя очередного транша из-за рубежа. Зеленский убил Украину, конечно. Поэтому, конечно, не выдерживает никакой критики и хвалебные заявления Зеленского о том, что Украина впервые отпраздновала Рождество вместе с Европой. Кто в это верит? Не лишним будет напомнить, что исторически этот праздник страна отмечала 25 декабря только при нацистах. Я понимаю, что это все кажется невероятным, но это факт. Так было в 1941 и вплоть до 1944, когда Украина была оккупирована гитлеровцами. Так стало и при дорвавшихся до власти нынешних бандеровцах. Но только люди выбор свой сделали. Они не позволили собой манипулировать. И, кстати, это никак не связано с их политическими взглядами. Вот на этом примере, вот на этом факте своей жизни, мне кажется, они увидели, где истина, а где ложь. Но киевскому режиму и этого мало. Украинцев и их детей пытаются лишить главного символа Нового года. Теперь врагом объявлен Дед Мороз. Я не шучу. Его представляют то пережитком советского прошлого, то чуть ли не агентом Кремля. Юным украинцам и их родителям настойчиво навязывается, опять же, европейское прочтение этого образа. Я даже комментировать это не хочу, но не сказать и не принять этого внимания нельзя. Ведь это же вот эта самая идеология, которая идет поперек собственной истории, поперек собственных же традиций. Она просто проплачивается из-за рубежа. На пороге 2024 года хотели бы пожелать украинцам поскорее избавиться от засевших в Киеве неонацистов, которые в угоду своим западным хозяевам превращают страну в выжженное поле, лишая людей исторической памяти и надежды на лучшее будущее. И пусть, несмотря на кровь, на ересь и на ложь, которую распространяет Зеленский и его режим, ничто не помешает людям там отметить наступающий Новый год и Рождество. Я думаю, еще раз повторю, что примеры многочисленные, которые появились в средствах массовой информации о том, что люди не поддались на Украине, вот этой политической очередной манипуляцией с переписыванием даже собственных религиозных дом свидетельствует об очень многом. Вот, кстати, к вопросу о технологиях. Мы же видим все то же самое, я имею в виду все те же самые попытки Запада переписать историю и сформировать некую новую идентичность теперь уже на примере Сербии. Спустя неделю после внеочередных выборов в парламент Республики Сербии под предлогом якобы имевших место фальсификации предпринята попытка майданизации и уличных протестов в Белграде. Задействованы известные шаблоны западных методичек, уже неоднократно применявшиеся в ряде стран, причем с неизменно трагическим результатом. В роли зачинщиков по обкатанной практике выступили так называемые активисты, их мобилизовали по-разному различными структурами, которые ни для кого не секрет финансируются и управляются извне. Пик продолжавшихся несколько дней провокаций пришелся на 24 декабря, когда толпа митингующих в составе около 2000 человек решила взять штурмом столичную мэрию. Это те, кто выступают как бы с позиции демократии. Полиция вела себя максимально сдержанно, настойчиво призывала участников акции разойтись и делала все, чтобы не позволить организаторам довести дело до печальных последствий. И лишь когда зданию был нанесен существенный материальный ущерб, подразделения правопорядка были вынуждены вмешаться и начать задержание. Вследствие противозаконных действий пострадали десятки полицейских, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии. Очевидно, что те, кто затеял и был вовлечен в эту постыдную антизаконную вылазку, заряженную на дестабилизацию обстановки. И здесь выборы абсолютно ни при чем. Мы это проходили на собственном опыте. Эти деятели членят насилие против самой Сербии, против сербского народа, против сотрудников МВД, других государственных органов, которые выполняют свой долг по защите граждан. Цинично прикрываются борьбой за справедливость. Опять говорят о правах человека. Но своим поведением показывают истинное отношение к декларируемым ценностям. Мнение большинства нашло выражение на выборах. С 17 декабря сербы убедительно подтвердили поддержку действующего руководства страны во главе с президентом Вучищем. Каких-либо нарушений, способных драматично повлиять на исход воли и заявления, международные наблюдатели, и среди них были российские наблюдатели, не выявили. Стремление силовым давлением, путем разжигания анархии, добиться пересмотра результатов голосования, не имеет ничего общего с демократией. Я, кстати, хотела бы сказать еще несколько слов о том, чем занимается ОБСЕ. Вот ей бы сейчас в самый раз предпринять конкретные шаги по защите демократии внутри Сербии. Сделать заявление в отношении тех западных сил и структур, которые пытаются дестабилизировать ситуацию в стране. Призвать к соблюдению законности и так далее. Но вместо этого, что же мы видим? Мы видим совместное заявление с Северной Македонией, Польшей, Мальтой и Финляндии о вызовах безопасности в регионе ОБСЕ. Оно было опубликовано 19 декабря. Этот программный документ, авторами которого выступили выполняющие функции действующего председательства Македония, прошлые и будущие действующие председатели – это Польша, Мальта, Финляндия. Перед нами очередное неконсенсусное заявление, транслирующее в утрированной форме политические подходы коллективного Запада, прежде всего в отношении происходящего на Украине. Попытки прианализировать нынешний глубокий кризис организации и предложить пути выхода из него не просматривается. Текст выдержан в откровенно антироссийском ключе, содержит полный набор известных русофобских штампов. Составители, по всей видимости, стремились подкорректировать впечатление от прошедшего в скопии СМИ-то ОБСЕ, в котором, вопреки желанию радикалов западного мира, принял участие министр иностранных дел России Сергей Лавров. Как вы знаете, была разыграна целая драматургия, когда под давлением Вашингтона целый ряд представителей коллективного Запада придумали постановку с фотографированием накануне открытия СМИ-то ОБСЕ, дабы показать, что Россия не присутствует. А на следующий день, в ходе настоящего открытия СМИ-то ОБСЕ, где присутствовал Сергей Викторович Лавров, прошел демарш нескольких стран, которые сказали о том, что намеренно не приедут на это мероприятие. То есть вот эта вся задумка с провокацией абсолютно провалилась, потому что она была раскрыта. И мы подробно рассказали о том, как планировалась вот эта самая... Это даже не провокация, а именно инсценировка. И когда западники стали же жертвами собственных вот этих вот пиаровских ходов, они, видимо, решили как-то подкорректировать впечатление и выпустили вот это самое заявление нынешних действующих прошлых председателей. К сожалению, мальтийское председательство, заступающее на пост с 1 января 2024 года, не удосужилось обозначить в представленном обзоре, так называемом, свои планы по восстановлению полноформатной работы организации, которая находится в глубочайшем кризисе. Мы ждем от валета не бездумного движения ангажированных западных установок, а оценки реальной ситуации на общеевропейском пространстве и конкретных шагов по возобновлению конструктивного диалога, без которого сохранить ОБСЕ попросту не удастся. И несколько слов еще о санкциях. Вот говорят все, незаконные санкции, незаконные санкции. Мне кажется, в пору начать говорить, опять же, ближе к реальности. Торговая война идет. Торговая агрессия запада, коллективного запада против конкурентов, против России, против Китая. Вот давайте я приведу один пример, и вы сами увидите, что санкции – это не название того, что происходит, это способ реализации поставленных задач. А вот задачи и цели сформулированы именно в контексте начала настоящей торговой войны, которую, ну, буквально объявил коллективный запад в виде очередного своего крестового похода. В рамках принятого Советом ЕС 18 декабря очередного 12-го пакета о рестрикции незаконных был введен запрет на импорт российской алюминиевой продукции, фольги, некоторых видов алюминиевых труб. Это решение стало прямым результатом лоббирования со стороны ряда крупнейших западных производителей алюминия. Они даже и не постеснялись в начале декабря обратиться к руководству Еврокомиссии с соответствующим открытым письмом. В нем они выступили в поддержку ограничительных мер в отношении российского алюминия и настаивали при этом, что такие меры якобы не нанесут ущерба ЕСовской промышленности. Смысл письма был в том, что российскую долю можно будет легко заместить за счет внутри-ЕСовского производства, а также импорта из других стран, и тем самым обеспечить более надежное и устойчивое, так сказать, обеспечение, такие стабильные поставки продукции в интересах европейских потребителей. Вот ключевое слово здесь – импорт. Ведь среди компаний, подписавших обращение в ЕС, добрую половину составляют англосаксы. Это американские Alcoa и Novelis, британско-австралийская Rio Tinta, британская Alvance. Альванцы, причем они даже не скрывают, что не собираются останавливаться на достигнутом и намерены продолжать лоббировать введение дальнейших санкций против российской алюминиевой промышленности. Как вы понимаете, никакая ситуация на Украине, никакое состояние гуманитарных дел, их вообще, в принципе, не волнует. Их волнует только собственная прибыль. И возможность нечистоплотными, незаконными мерами обойти конкурентов. Вот здесь, конечно, мы наблюдаем сращивание нечистоплотной политики со столь же нечистоплотным бизнесом. Антироссийские рестрикции в очередной раз используются для нечестной конкурентной борьбы. Причем снова с явным креном в сторону такого самозабвенного обслуживания есовцами американских политических и экономических интересов. А вот теперь давайте поговорим о европейских потребителях. о которых ни слова на самом деле в санкциях не говорится. Санкции штампуются только против нас. Там же не написано, как будет жить обыватель в странах Европейского Союза. Политически потом эти санкции обрастают большим количеством слов поддержки собственного населения. И вот тут начинается самое интересное. В ноябре текущего года в Еврокомиссии и к Совету ЕС обратилась Европейская Федерация потребителей алюминия. Она объединяет в основном средние и малые предприятия. Поводом для обращения как раз стали упомянутые выше активные лоббистские усилия крупных алюминиевых корпораций. То есть монополистов по сути. По мнению потребителей, введение, пусть даже ограниченных по охвату санкций против российского алюминия, неизбежно приведет к росту цен, подвергнет риску закрытия сотней компаний в странах-членах Европейского Союза. И негативно скажется на промышленном потенциале Евросоюза реализации мер по так называемому озеленению его экономики. Россия же, производящая алюминий, причем это особо подчеркивается в обращении Федерации, соответствующий самым высоким экологическим стандартам каких-то серьезных убытков, не понесет, перенаправив свои поставки на другие рынки. То есть о чем это говорит? Что представляющий реальный сектор экономики и тот самый малый и средний бизнес, который не является монополистами и не оперирует сверх суперприбылью, а непосредственно связан с странами Европейского Союза, а не с заокеанскими лоббистами, криком кричит о том, что введение антироссийских санкций погубит буквально так отрасль, связанную с поставками этого сырья. Как показало дальнейшее развитие событий в Брюсселе, доводы разума вновь не захотели слышать. Далеко не в первый, видимо, не в последний раз все это происходит. По крайней мере, каких-то признаков того, что ЕСовская верхушка, даже в преддверии предстоящих в будущем году выборов в Европарламент и смена руководства Евросовета и Еврокомиссии начнет реально задумываться о последствиях своей, по сути, не только антироссийской, но явно антиевропейской санкционной политики, пока просто не видно. В чьих интересах действует Брюссель? Это тоже понятно. Первое. Против собственных граждан, против граждан стран Европейского Союза. Второе. Обеспечивает интересы монополистов, чьи компании или интересы напрямую связаны с Вашингтоном и Лондоном. Но это же не впервые. Вы посмотрите, что происходит и происходило с той же самой вакциной, которую брюссельские чиновники закупали как бы для собственных граждан, а на самом деле они закупали просто потому, что обеспечивали финансовые интересы Вашингтона, ну и, соответственно, и Лондона, но в первую очередь в данном случае Вашингтона. Такая же буквальная история. И никто, ни гражданское общество, ни отдельные активисты, ни граждане в целом, так и не получили ответа на вопрос, зачем представители Европейской комиссии и официального Брюсселя, зачем они закупали у американцев эту вакцину в таких объемах, за такие деньги, куда они затем ее стали использовать и применять, каково качество закупаемых препаратов, какие последствия наступили после его применения. Заблокировано было все. Ответы на эти вопросы европейский потребитель просто никогда не получит. Я хотела бы просто вам привести конкретный пример относительно того, о чем я говорю. Вот посмотрите, действия Евросоюза в контексте борьбы с пандемией COVID-19 вызвали и продолжают вызывать вопросы, в том числе и в самой Европе, вот точно так же, как это происходит с алюминием. Вот сначала Еврокомиссия заключала контракты на поставку вакцин исключительно с западными производителями, в том числе с компанией, которая на тот момент за все время своего существования не выпустила ни одного лекарства, а это именно американская модерна. Сами сделки состоялись еще до одобрения препаратов фарм-регуляторам Европейского Союза, то есть до того, как они в принципе были разрешены к применению. Потрачены были астрономические суммы из бюджетов стран-членов ЕИС, а значит из кармана рядовых европейцев. Речь шла о миллиардах, десятках миллиардов, я так понимаю, сейчас идет уже о сотнях. Закуплено такое количество препаратов, которое в разы превышало население Европейского Союза. В общей сложности речь идет более чем о 4 миллиардах доз от 8 различных производителей. Можете себе представить? Самое фантастическое, что при том, что именно Брюссель стал на Европейском континенте главным, как бы объявился главным поборником чистоты финансовых сделок и борцом с коррупцией, так вот условия контрактов держатся в строжайшем секрете. С ними знакомят только избранных. И то под обязательство о неразглашении. Но по уже просочившимся в СМИ деталям понятно, что условия абсолютно кабальные. Компенсации производителю предусмотрены даже в случае обоснованного сокращения объема поставок. А опция отказаться, как мы понимаем, вообще там отсутствовала. За подобные попытки со стороны Венгрии и Польши фармконцерн Pfizer подал на них в суд. А контракты при участии Еврокомиссии составлены были так, что даже в отсутствии спроса получать вакцины страны ЕС будут до 2027 года. Болезни уже другие, а вакцина все та же. Договоренность главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйнц Pfizer вовсе стала поводом для одного уголовного и двух административных разбирателей, в том числе в суде ЕС. И, кстати, ни одно из них не завершено. Согласно сообщениям СМИ, в Румынии за заказ избыточного количества вакцин, бывших уже премьер-министров и двух министров взрывхонения, обвиняют в нанесении серьезного финансового ущерба государству и хотят привлечь к ответственности. Что же теперь выясняется? Это просто фантасмагорично. Значительное количество вакцин не востребовано и подлежит уничтожению. До конца текущего года в Италии необходимо избавиться от около 15 миллионов доз. Иными словами, деньги налогоплательщиков просто выбрасываются на ветер. Можно ведь было своевременно и бескорыстно поставить вакцины в нуждающиеся страны. Они об этом так просили, но в Евросоюзе пошли по привычному пути. Сначала обеспечить себя, потом можно поделиться с другим, а можно и не поделиться. Ту же ситуацию мы наблюдаем и со скупкой есовцами украинской агропродукции. Но ведь все то же самое. В неустанных заботах об интересах глобального фармбизнеса Брюссель, похоже, стал забывать о реальных потребностях собственных граждан. В странах-членах ЕС в последнее время наблюдается острый дефицит критически важных лекарств. Это вынуждено признать даже в Еврокомиссии. По мнению отдельных евродепутатов, эта проблема приобрела по-настоящему хронический характер. Согласно озвученном в Европарламенте оценкам, в Бельгии и Италии в прошлом году отмечалась нехватка по 3 тысячам позиций. Прошлой зимой, в период сезонной эпидемии ОРВИ, во Франции наблюдались перебои с поставками даже базовых лекарств, включая эфиралган, парацетамол, целый ряд антибиотиков. И в общей сложности в продаже отсутствовало около 280 лекарств. А в Ирландии – 212. Как же они издевались над нашей страной? Как же они использовали любую информационную возможность, чтобы пытаться раскачать ситуацию в нашей стране, а в том числе в контексте лекарственных препаратов и тех же самых вакцин? На публику и ЕСовские чиновники объясняют такое положение дела нарушениями в цепочках поставок активных компонентов из-за рубежа. Но это уже вообще позор. Нарушение цепочек поставок? Вы же, вы в вашем Евросоюзе, в ваших еврокомиссиях, в ваших кабинетах в Брюсселе принимаете санкционные меры для того, чтобы полностью разрушить мировую логистику, начиная от транспортного сообщения по европейскому континенту, заканчивая невозможностью проведения расчетов. Я уж не говорю о санкциях, бесконечных в отношении компаний и людей, которые пытаются восстановить хоть как-то на европейском континенте вот эту самую цепочку поставок. И потом называете это причиной нехватки у граждан европейских стран лекарств. Гениально! В реальности многое указывает на практику прекращения фармгигантами производства востребованных, но просто недостаточно рентабельных с точки зрения бизнеса лекарств. Видимо, в пользу перепроизводства дорогих препаратов, которые затем оказываются на свалке. И в этой связи в очередной раз встает закономерный вопрос, чьи интересы на самом деле лоббирует руководство Европейского Союза. Ответ очевиден. Это интересы англосаксонского дуэта. Уверен, что простые европейцы еще дадут принципиальную оценку деятельности высокопоставленных есовских назначенцев во главе с Урсулой фон дер Ляйен, столь успешно опустошающих карманы граждан Европейского Союза. А теперь я еще выдвину версию. Я на ней не настаиваю. Почему уничтожаются, представляете, уничтожаются миллионами, десятками миллионов эти самые вакцины, закупленные в Евросоюзе за миллиарды, десятки миллиардов евро и доллар. Первое. Потому что большое количество исследований говорят о том, что это вакцины плохого качества, что они в большей степени вредят здоровью и наносят ему непоправимый ущерб, нежели сохраняют здоровье или помогают людям преодолевать или не допускать каких-либо заболеваний. Концы в воду. Второе. Потому что, ведь невозможно же будет посчитать, а были ли реализованы эти поставки. Закупки по бумагам были. А потом сами вакцины уничтожены. И невозможно будет проверить. А вот эти десятки и сотни миллиардов евро были потрачены, пусть на плохую вакцину, но по-настоящему или был просто закуплен воздух. И потом будут отчитываться справками о том, что вакцины были уничтожены. Это не просто коррупция. Это не просто коррупция мирового масштаба. Это полное уничтожение западным миром, коллективным западом всех тех принципов, устоев и ценностей, которые они провозглашали в качестве цивилизационных для себя. Идем дальше. Раз уж начали говорить о санкциях, я хотела бы сказать еще об одних. Дело в том, что 26 декабря Республика Корея объявила расширение на 682 наименования перечня подлежащих экспортному контролю товаров и технологий, которые будет запрещено поставлять в Россию без специального разрешения. Этот, напомню, уже третий пакет антироссийских экономических санкций Сеула, как ожидается, вступит в силу в начале 2024 года, в увязке со второй годовщиной начала российской специальной военной операции на Украине. Это недружественный шаг. Он принят по указке Вашингтона. Он вызывает не просто глубокое сожалению, он идет вразрез с декларируемым южнокорейской стороной настроем на поддержание конструктивных отношений с Россией. И самое главное, это же подрывает экономику и промышленность в самой Южной Корее. Но южнокорейские рестрикции нанесут ущерб практическому сотрудничеству между Россией и Республикой Кореей. Кстати говоря, она уже серьезно и так пострадала после присоединения Сеула к незаконным антироссийским санкциям коллективного Запада. И, безусловно, все это негативно отразится на всем комплексе двусторонних связей. Мы оставляем за собой право на ответные меры, причем не обязательно симметричного характера. И пусть потом не удивляются. Я хотела сказать несколько слов о реализации госпрограммы показания содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников. Много всегда вопросов на этот счет мы получаем. И, как вы знаете, комплексно на них реагируем. С момента фактического старта в 2007 году государственной программой воспользовалось более 1 миллиона человек. Миллион 160 тысяч. При этом государственная программа – это живой и меняющийся механизм МВД России как координатор и головной исполнитель совместно с заинтересованными министерствами, включая, конечно, и МИД России, на постоянной основе осуществляет модернизацию госпрограммы, направленную на упрощение условий переселения соотечественников, сокращение административных процедур, в частности, упомянутым указом президента о внесении изменений в некоторые акты президента Российской Федерации от 22 ноября 2023 года, номер 872, в государственную программу введен институт репатриации, который вступает в силу с 1 января 2024 года. К репатриантам указ относят не только российских граждан, постоянно проживающих за рубежом по состоянию на 24 февраля 2022 года, но и других лиц из числа соотечественников, в их числе оформившие выход из гражданства Российской Федерации, родившиеся или постоянно проживавшие на территории РССР, являвшиеся гражданами бывшего СССР, имеющие родственников по прямой восходящей линии, родившихся или постоянно проживавших на территории РССР, либо территории, относившиеся к Российской империи или СССР, в пределах государственной границы Российской Федерации и имевших соответствующую гражданскую принадлежность. Для этой категории переселенцев предусматриваются различные льготы, меры социальной поддержки в зависимости от выбранного ими механизма участия в государственной программе на общих основаниях, либо с учетом определенных особенностей. А именно, переселение в любой субъект федерации, в том числе не участвующие в реализации государственной программы. Однако во втором варианте господдержка будет минимальное освобождение от уплата таможенных платежей за ввоз личного имущества и компенсация расходов, связанных с получением визы и оформлением правового статуса. Кроме того, репатрианты освобождаются от подтверждения владения русским языком. МИД России и его загранучреждения проводят информационную работу, консультирование по различным аспектам реализации государственной программы в плотном контакте с организациями соотечественников за рубежом. Для этого задействуются интернет-ресурсы, портал «Русский век», проект «За права соотечественников», социальные сети, каналы розыгранных учреждений, средства массовой информации. Совместно с коллегами из МВД для заинтересованных соотечественников на регулярной основе организуются семинары, вебинары, телемосты, на которых проводится презентация региональных программ переселения субъектов Российской Федерации. Например, «Кругой стол», проводимый ежегодно в ноябре на базе Генконсульства в Бонне, стал представительной площадкой для открытого профессионального диалога с участием компетентных госорганов, гражданского общества, помогающего выявлять и адресно отрабатывать так называемые узкие места государственной программы. Несмотря на введенные недружественными странами масштабные ограничительные меры против России и Росграждан, включающие в себя зачастую и закрытие Росзагранучреждений, высылку дипломатов, продолжаем комплексную работу по доведению для соотечественников возможностей переселения в Российскую Федерацию. Как следствие, заметный интерес к теме репатриации в нашу страну фиксируется теперь не только в государствах ближнего зарубежья, но и в ряде недружественных стран Запада. Просто статистика в подтверждении этих слов. За 9 месяцев нынешнего года из них в Россию переселилось более 700 человек. Политика этих стран отрицательно сказывается на положении российской диаспоры, русскоязычных жителях, и они пользуются вот этой возможностью. При этом их переезд осложняется транспортно-логистическими проблемами, которые возникли после череды антироссийских санкций ЕС и ограничениями на осуществление переводов денежных средств. Но людей это не останавливает. Вот к вопросу о той самой истории, которую так не любят знать на Западе, 25 лет назад, 17 декабря 1998 года, началась операция «Леса пустыни». Она не была, напомню, санкционирована ООН. Это была атака США и Британии на Ирак. Формальным поводом к началу массированных бомбардировок суверенного государства стал якобы отказ Багдада от сотрудничества с экспертами специальной комиссии ООН. 15 декабря ее председатель Ричард Баттлер представил дающий искаженную картину реального положения дел доклада с неподкрепленными фактами выводами об отсутствии полного сотрудничества со стороны Ирака. И без консультации Совета безопасности ООН эвакуировал из страны весь персонал комиссии. Именно этот документ был назван аглосаксонским тандемом основанием для проведения силовой акции. По оценкам многих экспертов, истинная причина заключалась тогда во внутриполитическом кризисе в США. Помните, Белый Дон тогда, напомню, это 1998 год, стремился отвлечь внимание американской общественности от проходивших в тот момент в Конгрессе США слушаний по скандальному делу Моники Левински. Все это могло тогда привести к импичменту президента Белла Клинтона. И нужна была, помните, как об этом говорится, такая маленькая победоносная война. Россия и Китай самым решительным образом осудили в те годы агрессию США и Британии против Ирака. Англо-американская авиация за 73 часа совершила, Вы только вдумайтесь, 650 боевых вылетов на территорию страны было сброшено более 600 бомб и выпущены сотни крылатых ракет. По данным иракских властей, в результате американских ударов погибли несколько десятков мирных жителей, более сотни получили ранения. Одним из итогов операции стало расформирование дискредитирующей себя специальной комиссии ООН. В январе 1999 года в СМИ появились доказательства того, что специальная комиссия ООН использовалась разведкой США для вскрытия системы безопасности Ирака и отслеживания перемещений президента этой страны Саддама Хусейна. Утверждалось, что инженеры ЦРУ, которые работали техническими специалистами ООН, устанавливали оборудование для шпионажа на различных иракских объектах. В декабре 1999 года вместо комиссии была другая комиссия по наблюдению, контролю и инспекциям. Ее деятельность, однако, не помешала США при поддержке союзников, так называемой коалиции. Начать 20 марта 2003 года вооруженное вторжение в Ирак под предлогом необходимости уничтожения пресловутого оружия массового уничтожения, которое, как известно, так и не было обнаружено. А потом американская сторона была вынуждена признать, что все эти манипуляции с пробирками Колина Паула, это все был даже не блеф. Это была инсценировка. Лиса пустыни, причем не лиса, не через букву «Е», а лиса пустыни, продемонстрировала всему миру сущность политики США, готовность решать свои внутри и внешнеполитические задачи всеми средствами, в том числе развязывая агрессию против суверенных государств, нарушение принципов международного права. И отдельно хотелось бы отметить предстающую в скором времени дату 1 января на Кубе будут отмечать 65 лет победы Купинской революции, а это 1959 год, этот день на Кубе стал днем освобождения. Народ этой страны, как никто другой знает, всю тяжесть пути к обретению подлинного суверенитета, и самое главное его сохранение и защита в условиях беспрецедентного по своей продолжительности и жесткости нажима со стороны США. Восхищаемся волей и стойкостью кубинского народа, твердо отстаивающего право на выбор собственного пути развития. За эти годы «Остров свободы» стал современным демократическим государством, в котором надежно обеспечены конституционные права граждан, которые достигли признанных в мире успехов в области медицины, здравоохранения, образования, культуры, туризма. Развиваются другие сферы. Куба пользуется высочайшим международным авторитетом. Многие народы благодарны Гаване за помощь в их борьбе за освобождение от колониализма, подготовку национальных кадров, ведущую роль в продвижении интересов развивающихся государственно-мировой арене. Она последовательно и активно выступает за соблюдение общепризнанных принципов и норм международного права, укрепление многосторонних начал, центральной роли ООН в глобальной системе. В ходе пандемии, вот в те самые страшные месяцы, Куба, несмотря на блокаду со стороны США, делала все для того, чтобы помогать не только себе, но и другим. Рады, что на протяжении всех этих лет, несмотря на разделяющие нас тысячи километров, Россию и Кубу связывают тесные узы дружбы, стратегического партнерства, конструктивное сотрудничество по самому широкому спектру направлений в интересах наших народов, обеспечения международного мира, безопасности, ну и, конечно, настоящая товарищеская солидарность. Кстати, недавно «Остров свободы» стал нам еще ближе в связи с запуском авиакомпании России 24 декабря прямых рейсов по маршруту Москва-Гавана. Российская Федерация вместе с подавляющим большинством стран неизменно настойчиво выступает за полную и безлагательную отмену нелегитимной антигуманной экономической торговой и финансовой блокады Кубы, а также выведение этой страны из произвольно составленного администрации США списка государств-спонсоров терроризма. Даже смешно это каждый раз произносить. Речь идет о вопиющих примерах использования Вашингтоном инструментов политического шантажа и принуждения несогласных подчиниться его диктату. Будем и дальше вместе с Кубой бороться за скорейшее упразднение эмбарго этого позорного пережитка прошлого и в целом с практикой применения односторонних нелегитимных рестрикций, что, безусловно, будет способствовать оздоровлению международных отношений и построению многополярного, справедливого мирового устройства, основанного на равноправии, взаимном уважении и соблюдении норм международного права. Пользуясь случаем, хочу от имени Министерства выразить народу этой замечательной братской страны наилучшие пожелания, благополучия, процветания, ну и, конечно, мира. И очень важный тоже анонс с 1 января 2024 года в России, как вы знаете, переходят функции председателя в СНГ. Президент Российской Федерации утвердил концепцию председательства, в которой системно отражены российские приоритеты дальнейшего развития сотрудничества в рамках организации. Первое. Особое внимание планируется уделить углублению экономической интеграции, включая взаимодействие в сферах продовольственной, энергетической безопасности, промышленной кооперации, транспортно-логистической связанности, экологии, инноваций, цифровизации. Акцент будет сделан в том числе на дальнейшее повышение эффективности противодействия нелегитимным западным санкциям, а также на расширение использования национальных валют во взаимных расчетах. При этом будем исходить из принципа взаимосвязанности экономии государства СНГ и ЕАЭС, важности синхронизации решений на национальном и евросийском уровне с целью обеспечения устойчивости этих региональных интеграционных объединений в новых реалиях. Следующий момент. Традиционно большое значение Россия придает наращиванию культурно-гуманитарных связей, сотрудничеству в сфере здравоохранения, науки, образования, спорта. Особое внимание будет уделено сохранению памяти о нашем общем прошлом, борьбе с попытками фальсификации истории, героизации нацизма. Будем способствовать поддержке и продвижению русского языка, в том числе и скорейшему запуску практической деятельности Международной организации по русскому языку. Также важно, что в правоохранительной и военной сфере в числе российских приоритетов совершенствование механизмов совместного противодействия традиционным и новым вызовам и угрозам безопасности. Укрепление внешних границ, содружество, наращивание потенциала профильных многосторонних механизмов, программы СНГ. Приоритетным направлением деятельности также будет развитие связи и содружества с дружественными государствами, международными организациями. На саммите СНГ в Бишкеке в октябре была создана необходимая правовая база. Для выстраивания этой работы на новом уровне было принято решение об учреждении статусом наблюдателей, партнера, содружества. Мы продолжим усилия по сопряжению интеграционных процессов на пространстве СНГ, в частности по углублению его контактов с ЕАЭС в экономической сфере и с ОДКБ и ШОС в области безопасности. В ближайшие дни текст концепции будет размещен на официальных интернет-ресурсах. Презентация приоритетов российского председательства состоится в штаб-квартире СНГ в Минске 23 января 2024 года с участием заместительной министра иностранных дел Александра Панкина. И хотели бы обратить ваше внимание на то, что МИД России также ведет отдельный телеграм-канал, приуроченный к председательству нашей страны в Содружестве. Он называется «Кород Каб СНГ». Мы ссылку обязательно разместим в тексте брифинга и планируем размещать в этом ресурсе дополнительную актуальную информацию об основных мероприятиях в рамках организации. И я хотела бы перейти уже к вопросам, с нами ли международная жизнь. Здравствуйте, Мария Владимировна. Вы уже коснулись сегодня украинской тематики. Вот вчера на нашем сайте была опубликована большая аналитическая статья, посвященная тому, как украинский национализм и нацизм стали главенствующими факторами в украинской политике. Ну вот сейчас, в начале января, наверняка, большой помпой на Украине, помпой, естественно, в кавычках, отметили день рождения Бандеры. Вот как, на ваш взгляд, получилось так, что Украина, которая всего 80 лет назад сама лежала в руинах после нашествия немецких нацистов, за последние 30 лет сама превратилась в нацистское государство? Ну вот, вы понимаете, этот же процесс начался не последний год или не последние даже 5 или 10 лет. Ведь это все мы же видим на протяжении десятилетий. Вот вы поднимаете сверхактуальную проблему, и, как, опять же, вы упоминаете, и, как мы все знаем, прошла конференция, в которой участвовали авторитетные исследователи стран Европы. Они действительно аргументированно еще раз привели факты о нацизме на Украине, о вовлеченности западных структур, его проникновение на территорию бывшей Украинской ССР, поэтому еще раз говорю, это проблема, которая существует десятилетиями. Украинский нацизм во многом рукотворное явление. Изначально он создавался властями Австро-Венгрии и Кайзеровской Германии как инструмент для раскола единого русского народа от Карпат до Камчатки и как оружие против России. Я напомню, что в годы Второй мировой войны украинский нацизм был вспомогательным орудием гитлеровской Германии. Руками его последователей были сожжены сотни белорусских деревень. Что значит деревень? Это же не просто, понимаете, хаты деревянные. Это люди в первую очередь. Были истреблены сотни тысяч поляков в Галиции, Волынии. Осуществлялся массовый террор украинского населения. Кстати, вот понимаете, получается, что мы одни и единственные теперь об этом на весь мир говорим. Уничтожались там евреи в колоссальных количествах. Вы понимаете, даже сама фраза в отношении людей, уничтожение в огромных количествах, это уже само по себе кощунственно. А на современной Украине всех тех, кто в этом участвовал, героизировали. А в Канаде им рукоплещут. А все остальные молчат. Кроме антифашистских объединений нашей страны и вот объединение СНГ, которое регулярно выступает с политическими заявлениями на этот счет. Вот тогда, после войны, многие боевики, активисты Организации украинских националистов, она так и называлась, я ничего не придумываю, не сгущаю краски. ОУН, это Организация украинских националистов, укрылись от возмездия в США и Канаде. После распада Советского Союза правящие элиты западных стран содействовали возвращению нацизма на Украину, когда они увидели, что некому больше Украину защищать от этой болезни. Обеспечили внедрение нацизма в образовательную сферу. Цель была тоже очевидна воспитать украинцев в духе ненависти к России, привить сегрегацию людей по национальному признаку, сделать из Украины антироссию. Таким образом, современный украинский нацизм является прямым преемником идеологии гитлеровских коллаборантов времен Второй мировой войны, палачей Волыни и Хатыни. Они этого и не скрывают. Они же героизировали именно тех людей, которые этим занимаются. Не их даже последователей, не их каких-то, ну не знаю, так сказать, последователей, или их адептов из других эпох исторических. А именно их, вот тех, которые были вовлечены активным образом не в философское осмысление нацизма, а именно в практический нацизм. В контексте десятилетия Евромайдана уместно напомнить, что специально натасканные группировки украинских неонацистов были уличной армией, организованного странами Запада в феврале 2014 года, государственного переворота, та самая движущая сила. А пришедшие после него к власти режимы, потому что это был, так сказать, целый ряд смен составов, которые мы сейчас именуем киевский режим, но тогда это были отдельные политики, инкорпорированные из Запада граждане Америки, Канады, других стран Европейского Союза. Так вот, пришедшие после него, после этого антиконституционного государственного переворота политические деятели, которые сейчас сформировали вот тот самый киевский режим, они просто приняли культ героев ООН-УПА и закрепили его на национальном уровне. Мы уже много лет привлекаем внимание мирового сообщества к разорасстранению этого зла не только на Украине, до этого, кстати говоря, в Прибалтике, а теперь вообще по всей Европе. Регулярно готовим материалы о преступлениях украинского нацизма, нацистской натуры политики киевского режима в отношении русских, венгров, других коренных народов и нацменьшинств Украины, репрессиях в отношении украинской православной церкви. Мы распространяем эти материалы на международных площадках, передаем иностранным коллегам. Да, действительно, Украина сегодня является центром мирового нацизма. И эта проблема выходит далеко за рамки даже восточноевропейского региона. Многие это поняли, многие это не хотят понимать. То есть они даже понимают, что есть факты, но делают все, чтобы их не видеть. Точно так же, как в свое время западные державы не были напуганы милитаризацией и нацификацией Германии после прихода к власти Гитлера. Многие ему рукоплескали. Чтобы правда дошла до широких общественных кругов, необходима координация усилий всех здоровых антифашистских и антинацистских сил. И немалая роль в этом пролежит ученым, историкам, специалистам в этой сфере. На конференции, которые вы упомянули, было выдано приложение о создании международных научных структур по изучению нацизма, в том числе и у современных форм. Я считаю, что оно не просто заслуживает внимания, а всяческой поддержки как на государственном уровне, так и на уровне общественного, на уровне гражданского общества и каждого конкретно гражданина своей страны. Мы продолжим делать все от нас зависящее для убеждения международного сообщества в необходимости совместной борьбы с этим злом. Спасибо большое. И в продолжение темы, буквально на днях глава МИК Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что правительство Соединенного Королевства рассчитывает так минимум сохранить поддержку Украины в следующем году на уровне 2023, может быть даже увеличить ее. Вот как бы вы прокомментировали данное высказывание? Ну, как абсолютно безумное, оторванное от реалий, как спонсирование политического проекта, как акт русофобии, как акт, направленный против подданных своей собственной же страны, потому что все это ударяет по национальным, исконным и истинным интересам той же самой Британии. Людей просто натравливают друг на друга, вводят в заблуждение и делают это британские политики. Спасибо большое. С нами ли Ньюс.ру? Да, здравствуйте, Мария Владимировна. Здравствуйте. Михаил Розен, информационный портал news.ru. От лица нашей редакции хотел бы поздравить вас и все Министерство иностранных дел с наступающим Новым Годом. Спасибо. Мы желаем вам успехов. Спасибо большое. Успехов и крепкого здоровья, чтобы творить еще больше на благо нашей Родины. Спасибо, все взаимно. А теперь хотелось бы перейти к вопросу. Давайте. Нет ли опасений у Москвы из-за председательства Армении в Евразийском экономическом союзе в 2024 году на фоне напряженных в отношении этой страны с Россией? Хотя ранее ее премьер-министр Пашинян заявлял, что ЕАЭС – это именно экономическое объединение, которое не должно иметь какой-то политической составляющей, но все равно происходят частые выпады Еревана в отношении Москвы. Вы знаете, взаимодействие России с армянской страной в рамках Евразийского экономического союза строится на прагматичной взаимовыгодной основе. Вы посмотрите, с года в год наблюдаются высокие темпы роста экономических показателей самой Армении. Мы видим, что Ереван получает значительный дивиденд от своего участия в союзе. Несмотря на некоторые неоднозначные заявления, о которых вы же сказали сейчас, представители республики, мы с нашими армянскими партнерами, равно как и с остальными государственными членами ЕАЭС, выстраиваем конструктивный деполитизированный диалог. С 1 января председательство в органах Союза, как вы опять же отметили, приходит к Армении. Премьер-министр этой страны, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета 25 декабря в Санкт-Петербурге, заявил о нацеленности Еревана на полномерное выполнение задач в рамках ЕАЭС в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Мы поддерживаем настрой наших партнеров, вот именно такой настрой на дальнейшую плодотворную работу, направленную на укрепление и развитие евразийской экономической интеграции. Благодарю вас за ответ. Также хотелось бы еще задать вопрос, касающийся деятельности Пекина. Появляется информация о том, что Китай собирается активнее использовать частные военные компании для продвижения своих интересов в Африке. Как к этому относятся в Москве? Нет ли опасений, что континент полностью уже превратится в арену противоборства незаконных вооруженных формирований, которые будут действовать исключительно в интересах иностранных держав? Не станет ли это новой формой колонизации Африки без всяческого учета интереса местных жителей? Первое. Давайте все-таки вспомним, что Китай имеет суверенное право развивать отношения с любым государством мира, включая расположенные на африканском континенте страны в тех объемах и в тех формах, которые отвечают интересам взаимодействующих сторон. Второе. В отличие, кстати, от тех самых неоколониальных практик Запада, китайско-африканское сотрудничество выстраивается на добровольной, равноправной, взаимовыгодной и взаимовыгодной основе. Третье. Я хочу напомнить. И наша страна, и Китай находятся в числе крупнейших международных доноров, которые оказывают действенную бескорыстную помощь беднейшим и развивающимся странам Африки. Ну и самое главное, мне кажется, нужно смотреть на результат. Очень важно. Вы посмотрите результат действия вот тех самых формирований, вот тех самых частных военных компаний, которые десятилетиями находились на территории африканских стран, которые творили там что хотели, и сами африканские страны заявляли неоднократно о неэффективности их там присутствия. В отношении инструкторов российских или, так сказать, в отношении усилий китайских партнеров, я таких заявлений не слышал. Вот что касается нашей страны, мы слышали только слова благодарности за ту поддержку и помощь, которую российские инструкторы оказывают странам, которые их приглашают за обеспечение их безопасности. И все это в связи с тем, что многие десятилетия это была зона ответственности западных частных военных компаний, которые с этой задачей не справились, а то, чем они занимались, никаким образом к безопасности не относятся. Благодарю вас, Мария Владимировна. Спасибо вам. С нами Лирия Новости. Доброе утро, Мария Владимировна. У нас ровно один вопрос. В албаноязычном сегменте интернета обнародован документ, который преподносится как проект Устава сообщества сербских муниципалитетов Косово. Это тот самый, что был передан Донграду и Причтине представителями ЕС и США два месяца назад. А как бы вы могли прокомментировать его содержание? Мы ознакомились с этой публикацией. Если текст действительно подлинный, то положение дел с посредничеством Запада в Косовском регулировании по-настоящему плачевное. Мы видим в нем абсолютное бессилие США и Европейского Союза, который не в состоянии решить проблему по существу и просто принуждают упрямо Сербию к заведомо неприемлемой развязке ценой отказа от коренных национальных интересов. Упомянутый так называемый проект чисто номинально перекликается с подписанным ЕС базовым брюссельским соглашением. Их было несколько, Белграда и Приштина, 13-го и 15-х годов. Перечеркивает заложенные в них принципы, без соблюдения которых безопасность и благополучие косовских сербов просто недостижимы. Документ содержит взаимоисключающие ссылки на резолюцию СБОН 1244, так называемую конституцию. Конечно, берем это в кавычки, Косово и предписывает уважать, прямая цитата, независимость самопровозглашенной республики. Вы понимаете, либо резолюция Совбеза 1244, она вообще обязательна для всех, либо, как было сказано, конституция Косово и независимость самопровозглашенной республики. Еще раз подчеркну, эти вещи взаимоисключающие. Сообществу сербских муниципалитетов предлагается выстроить, или даже лучше сказать, встроить в косово-албанскую систему власти, подчинить ущербному местному, так называемому законодательству, лишить тем самым весомых исполнительных полномочий. Приштинская верхушка будет вправе заблокировать любое решение сообщества. Это делает его нефункциональным, попросту бессмысленным. Ко всему прочему, его имущественные права и финансовая автономия резко ограничены. Использование официальной символики допускается только совместно с косовскими квази-государственными обозначениями. Хотел бы напомнить, еще 2 мая, в соответствии с достигнутым под гарантией Евросоюза договоренностями, руководящая группа косово-сербских экспертов представила проект устава сообщества сербских муниципалитетов Косово с надежными гарантиями защиты сербов. Однако в Приштине его мгновенно отвергли. В Брюсселе в ответ лишь, как всегда, развели руками, а теперь сверстали собственный вариант. В очередной раз ЕС демонстративно нарушил свои собственные обязательства. Такого рода импровизация западников на тему косовского вопроса, а это, кстати, далеко не первое, отдаляют компромиссы, расширяют проблемную зону в регионе, буквально расшатывают обстановку там. Никакой жизнеспособной альтернативы действующим международным правовым рамкам урегулирования, прежде всего, резолюции СБО 1244, не существует. Если у вас все, идем дальше. С нами Лея Раша Тудей. Спасибо вам большое, все взаимно. Россия четко, конкретно поддержала Сербию в контексте текущей событий и спорования результатов выборов в той части оппозиции, которая имеет открытую поддержку западных стран. Мой первый вопрос – это, как в этом контексте Москва оценивает послание Запада Сербии о том, что период балансирования должен закончиться, то есть, что Сербия должна сделать выбор в пользу Запада и против России. А во второй, на что готовы пойти страны Запада для достижения этой цели, то есть, как может и должна на это отреагировать Сербия. Большое спасибо вам. Мне кажется, период балансирования Запада должен закончиться. А что значит период балансирования Запада? Балансирование на основе эквилибристики с стандартами. Если Сербия – суверенное государство, признаваемое таковым Западом, то Запад должен уважать решения Сербии как государства и сербов как народа. Я в данном случае имею в виду сербское население, имеется в виду не национальность, а всех сербов, которые и представителей других национальностей, которые живут в Сербии, граждан Сербии. Если Запад не уважает Сербию как суверенное государство и не уважает сербов и граждан Сербии как народ, тогда Запад должен отказаться от того, что для него демократия и свобода являются чем-то незыблемым. Либо демократия, но тогда воля народа, она в контексте имеющихся законов имеет полную легитимную основу и должна уважаться как решение страны всеми внешними игроками. Либо какая тогда демократия с точки зрения Запада. Поэтому балансирует не Сербия, балансирует Запад. Понимаете? И балансирует очень опасно. И там, где мы видим, начинаются острые фазы конфликтов либо антиконституционные перевороты, мы видим, что эта причина как раз падения Запада, который не справился с этим вот балансом. А это не баланс, это манипулирование, это инсценировки уважения суверенитета государств. Это манипуляция сознания. Теперь следующее. Очень важно. Вот посмотрите, с чего начал Запад в контексте, так сказать, отношения к современной Сербии. Мы сейчас берем вот просто последнее даже десятилетие. Сначала западные страны, Вашингтон, Европейский Союз говорили Сербии либо с Западом, либо с Россией. Плохая формулировка. Незаконная, несправедливая, не учитывающая суверенитет Сербии как государства. Но ведь дальше началось еще хуже. Потом Сербии, Вашингтон и Брюссель сказали буквально следующее. Только Запад, никакой России. Но и это не стало для них пределом. Следующее требование к Сербии Запад сформулировал следующим образом. Только Запад против России. А что дальше? Я вам могу сказать. Я знаю, как будет формулироваться следующее требование Запада к Белграду. Только Запад против Сербии. Дальше их уже не будет устраивать реализация национальных интересах и интересах граждан Сербии. Их будет устраивать только реализация интересов Вашингтона и Брюсселя на территории Сербии. Вот в чем проблема. Проблема в том, что они не только проводят какой-то антизаконный, антидемократический курс в отношении Сербии. Проблема в том, что они углубляют свое незаконное отношение к Сербии. Они расширяют количество требований незаконного характера к Белграду. И самое ужасное, что все это на фоне невыполнения собственных обещаний, которые они давали Белграду. Понимаете? Ведь обещали все. Экономическую помощь, финансовую помощь, инвестиции, особые отношения и так далее. Но нет, они не выполнили ничего. Они только меняют степень незаконных требований. И представьте себе, что бы было, если бы Сербия, ее руководство, на каком-то этапе поддались бы вот этому нажиму Запада и приняли, например, частичные или полностью антироссийские санкции, вот сейчас Сербия была бы в абсолютных заложниках, а уже даже не заложниках Запада, а в рабах. Она бы отрезала сама себе отношения с Россией. Она лишила бы себя финансирования, энергетического, я имею в виду того, что даже не столько финансирование, сколько получаемого финансирования или получаемой прибыли за счет стабильных поставок российских энергоресурсов. Она лишила бы всего себя этого, а от Запада она получила бы не помощь, не поддержку, а только новые требования. Вот это важно понимать. Я знаю, что сейчас большое количество молодежи в Сербии, которые уже не так чувствуют боль за свою страну, за свое отечество в связи с бомбардировками НАТО Белграда. Они просто это не переживали, они уже родились в другую эпоху. Для них это все история, для них это все учебники. Но они должны понимать, что сейчас их уже обманывают, давая обещания, которые не выполняются, и при этом заявляя требования к Сербии и к Белграду, которые заведомо превращают их при условии выполнения в западных рабов. Спасибо, вам еще рад. Вам спасибо. Так, дальше идем. С нами ли Анадалу? Мария Владимировна. Да, да, да. Дмитрий, информагентство Анадалу. У нас два будут вопроса по общей тематике. Первый вопрос. В то время как мировое сообщество призывает перемирию и предпринимает шаги для решения катастрофической гуманитарной обстановки сектора Газа, где, по данным палестинской стороны, от удара в израильской армии погибло уже свыше 20 тысяч палестинцев, премьер-министр Израиля Бенемин Нетаньяху заявил об углублении боевых действий в Газе. Как вы оцениваете данное заявление Нетаньяху? А второй, какой у вас вопрос? А второй вопрос. В израильских СМИ появилась информация о том, что США с октября месяца отправили в Израиль 20 кораблей с оружием и 230 самолетов. Как вы прокомментируете эту возможную помощь США и Израилю? Означает ли это, что США является соучастником преступлений Израиля против палестинского народа? Вы знаете, отвечая на первый вопрос, я считаю, что те, кто действительно с искренней заботой относятся к людям региона и к гражданам Израиля, к гражданам Палестины, они призывают к миру. При этом мы, к сожалению, отмечаем, что маховик вооруженной эскалации Палестино-Израильского конфликта не сбавляет обороты, гибнут ни в чем не повинные мирные люди, разрушается гражданская инфраструктура. Наша страна, как вы знаете, неизменно выступает за немедленное повсеместное прекращение огня. 12 декабря проголосовали за соответствующую резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН. Включить аналогичную формулировку в резолюцию Совета безопасности ООН 27.12 и 27.20 не удалось из-за позиций США. Параллельно мы стараемся максимально обеспечить положение жителей сектора газа с учетом их потребностей. Я имею в виду облегчение их страдания. Мы направляем через Египет порядка 390 тонн гуманитарных грузов. И могу повторить, мы осуждаем любые туристические акты. Для нас это неприемлемо. Это наша принципиальная позиция, выстраданная позиция. История нашей страны на современном этапе нас дополнительно в этом укрепила. При этом считаем неприемлемым реагировать на них методом коллективного наказания гражданских лиц и неизбирательного применения силы в нарушении международного гуманитарного права. Что касается вашего второго вопроса, то, если можно, если вы позволите, напомните мне, пожалуйста, в чем он был. Да, да. По поводу США в израильских СМИ появилась информация. Вы знаете, как работает американская военно-промышленная машина в поиске коммерческих дивидендов, в том числе в рамках поставок на Ближний Восток, другие кризисные зоны. Подчинение внешнеполитического курса такой страны, как США, интересам военных компаний ведет к дестабилизации и накоплению конфликтного потенциала в различных регионах планеты. При выстраивании географии экспорта вооружений и усилении своего военного присутствия США намеренно игнорируют доказанную времени максимуму о том, что кризисы на Ближнем Востоке не имеют силового решения. Вместо того, чтобы поощрять Палестино-Израильское противостояние, усилия должны быть сфокусированы на немедленном прекращении огня в секторе газа, в поиске дипломатической формулы урегулирования в соответствии с резолюциями Совета безопасности Генассамблеи ООН. Именно такую позицию мы отставим на международных площадках и в рамках наших двусторонних контактов. Происходящее еще раз свидетельствует о глубокой милитаризации внешней политики США и их союзников. Дополнительной иллюстрацией к этому выводу служит тот факт, что Соединенные Штаты и ряд европейских государств наращивают присутствие своих ВМС в районе Восточного Средиземноморья, а теперь под разными предлогами и в Красном море. Это повышает и без того зашкаливающий градус напряженности в этой части света, увеличивает риски приобретения Палестино-израильским конфликтом общерегионального характера. К сожалению, не делается никаких выводов из разрушительных последствий военных авантюр Вашингтона и его сателлитов в таких странах, как Ирак, о чем мы сегодня с вами вновь говорили, из-за, к сожалению, юбилейной даты. Ливия, Афганистан, Сирия и в многих других точках. Кстати, про Белград тоже вспоминали. Спасибо за ответ. С нами ли, вам спасибо, с нами ли, Домовский пост. Да, здравствуйте. Для начала тоже хотелось бы поздравить и МИД России, и присутствующих здесь журналистов, да и всю страну в целом с наступающим праздником. Всех с Новым годом. Спасибо. Все взаимно. Спасибо вам. И сегодня у нас два вопроса. Первый. Китайские партнеры Новотек приостановили участие в проекте Артик СПГ-2. Как вы это прокомментируете? Вы знаете, сотрудничество в энергетической сфере является одной из важнейших составляющих наших отношений с Китаем. Это, напомню, отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. С последних годов при совместных усилиях сторон реализован целый ряд крупных проектов, в том числе с участием китайских партнеров, организованного производства жиженого природного газа на заводах Ямал СПГ и Арктик СПГ-2. Отмечаем, что ряд западных стран стремится за счет применения абсолютно нелегитимных односторонних ограничений помешать развитию укрепления энергетического партнерства между Россией и Китаем добиться для себя нерыночными методами несправедливых преимуществ. Мы считаем подобные действия категорически неприемлемыми, тем более в отношении таких крупных международных гражданских проектов, как Арктик СПГ-2, которые являются, как я уже сказала, гражданскими энергетическими проектами и влияют на энергобалансы многих государств. Мы убеждены, что российско-китайское стратегическое взаимодействие в энергетике будет и далее постепенно развиваться и укрепляться. Ситуация вокруг Арктика СПГ-2 еще раз подтверждает разрушительную для глобальной экономической безопасности роль Вашингтона, который на словах говорит о необходимости соблюдения этой безопасности, а на самом деле, преследуя собственные коростные интересы, пытается вытеснить бизнес конкурентов и разрушает мировую энергетическую безопасность. Такие шаги ведут лишь к усложнению цепочек поставок и удорожению энергоресурсов для конечного потребителя. Спасибо. И второй вопрос. Членство Финляндии в НАТО обеспечивает Североатлантическому альянсу контроль над обеими берегами Финского залива и создает угрозу российским базам в Североморске. Как, на Ваш взгляд, это повлияет на перспективы возобновления диалога США по стратегической стабильности? О готовности к такому диалогу еще месяц тому назад заявила временная поверенная в делах США в России Елизабет Руд. Вы знаете, по всем элементам Вашего вопроса недавно давал комментарий президент Российской Федерации. Я с удовольствием процитирую письменно еще раз в тексте брифинга его выступления. Ну, думаю, что добавить к этому просто больше нечего. Спасибо. Вам спасибо. С нами ли известия? Да, Мария Владимировна, здравствуйте. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Присоединяюсь к поздравлениям. Спасибо, взаимно. У нас такой вопрос. Сейчас, секунду. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Россия не смогла стать нацией и призвал мобилизовать все ресурсы, поскольку, по его мнению, Россия представляет угрозу для всей Европы. Это похоже на риторику Гитлера перед Второй мировой. Как вы оцениваете эти заявления? Вы знаете, это заявление малограмотного человека, который, очевидно, исповедует элементы российской и националистической идеологии. Либо, возможно, имеющий проблемы какого-то медицинского характера. Я не могу этого исключить. У меня нет четкой информации на этот счет. Есть только возможность прочитать очередные жуткие заявления от Борреля и увидеть картинку с, в общем-то, невнятным выражением им каких-то мыслей, которые на поверку действительно отдают национализмам и расизмам. Он уже прославился по всему миру своей российской риторикой, сравнив Евросоюз с садом прекрасным, остальной мир с джунглями, которые наступают. Нынешние заявления в отношении нашей страны, которые он называет великой державой, нельзя характеризовать иначе, как откровенную буквально зависть. Вы понимаете, мы видим, что Европейский Союз пытался стать геополитическим игроком в многополярном мире. И многое у него, кстати говоря, у ЕС получалось. И собственная валюта, и кооперация внутри этого объединения. Но, к сожалению, утрата собственного суверенитета под давлением США не сделала возможным вход Европейского Союза в число крупных мировых игроков. Они были не на пороге, а, я бы сказала, даже внутри действительно сильнейших игроков. Но все это растеряли. Еще раз, причина очевидна. Это подчиненная роль ЕС, политики США и НАТО. А что касается ярлыка «опасный сосед», то западные страны активно давно используют миф о внешней угрозе для оправдания расширения НАТО. И своей конфронтационной линии в отношении нашей страны. Я напомню, что именно США и их европейские союзники на протяжении последних лет последовательно разрушали систему международной безопасности. Напомню, опять же, она планировалась, задумывалась и реализовывалась как совокупность договоров и институтов. Ведь они не поддержали ни одну из наших субстантивных инициатив. Они отказались от ратификации, адаптированного до все. Замотали договор о европейской безопасности 2008 года. Не стали обсуждать проект соглашения об основах взаимоотношений в сфере безопасности государств-членов Совета России и НАТО 2009 года. Ушли от предоставления гарантии ненаправленности системы ПРО против российских сил ядерного сдерживания. Американцы под надуманным предлогом вышли из двустороннего договора по ракетам средней и меньшей дальности. Неоднократно нарушали договор по открытому небу. Своими конфронтационными действиями сделали невозможным продолжение договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений между Россией и США. Там отвергли ключевые элементы наших предложений о предоставлении России долгосрочных юридически обязывающих гарантий безопасности. Эта работа нами была предложена как совместная в декабре 2021 года. И ведь принятие этих мер, принятие этих документов позволило бы отвести ситуацию в Евроатлантике от опасной черты и укрепить не только нашу российскую безопасность, но и безопасность всех стран-членов Североатлантического альянса. Сейчас раскручивание тезиса об угрозах с Востока используется еще и для отвлечения внимания в преддверии выборов 2024 года в Европарламент, в отдельных странах ЕС. От чего внимание отвлекают население? От насущных проблем. Стагнация экономики, да и ее разрушение в целом ряде стран Европейского Союза. Падение доходов, энергодефицит, рекордная инфляция, нарастающая внутриполитическая нестабильность, жутчайшая ситуация с внутренней разобщенностью, с, опять же, проявлениями нацизма и расизма внутри собственных стран. Умалчивается, что нынешний кризис в Европе – это результат недальновидной политики нынешнего ЕСовского руководства, который одержима односторонними санкциями в отношении или против, лучше сказать, нашей страны, того самого руководства ЕС, который стал жертвой давления Вашингтона, который замарался поддержкой киевского нацистского режима. Но большую, или, я бы сказала, наибольшую опасность для Европы представляет не Россия, как пытается подать Боррель, а тот самый Брюссель с его евробюрократами и непосредственно такие персонали, как Боррель и Урсула фон дер Ляйен. Так, идем дальше. С нами ли медиакорпорация Китая? Да, Мария Владимировна, добрый день. На сегодня один вопрос. Правительство Японии разрешило передачу США ракет для противоракетных систем «Патриоты». И это первый случай, когда экспорт летального вооружения был разрешен после принятия японским Кабмином трех принципов передачи оборонного оборудования в 2014 году. И прежде Токио мог поставлять только собственные нелетальные вооружения, технологии, а также отдельные компоненты вооружения, изготовленные по иностранной лицензии. Как бы Вы могли прокомментировать это решение? Это решение было принято 22 декабря. Мы его видели. Говорит оно о либерализации экспорта продукции военного назначения в качестве первого практического шага в этом направлении продажи США ракет для зенитно-ракетного комплекса «Патриот». В чем это говорит в реальности? Тем самым администрация Кисидовича на раз подтвердила свой курс на последовательный демонтаж пацифистских положений послевоенной конституции страны. Вкупе с ускоренной ремилитаризацией Японии это будет иметь осязаемые негативные последствия для глобальной и региональной безопасности. Очевидно, что принятое решение обслуживает прежде всего интересы американского союзника Токио. В данном случае японская сторона не только переступает через свои собственные принципы, но и по сути в значительной степени утрачивает контроль над вооружениями, которыми Вашингтон отныне сможет распоряжаться буквально как пожелает. Не исключено, что в ходе передачи боекомплектов «Патриот» будет задействована уже отработанная схема, при которой боеприпасы в конечном итоге оказываются на Украине. И в связи с этим хотели бы предупредить, что в случае попадания японских ракет в руки ВСУ такие действия будут рассматриваться как однозначно враждебные в отношении Российской Федерации и повлекут самые серьезные последствия для Японии в контексте двусторонних связей. Войные поставки к киевскому режиму как прямые, так и опосредованные ведут только к продлению его агония и дальнейшему увеличению числа невинных жертв, злодеяний киевского режима, ответственность за который в полной мере будут разделять и японские власти. К сожалению, Тогио вновь, как это было в 1930-е, в 1940-е годы берется за потворство нацизму. На этот раз возродившемся на Украине такая недальновидная политика однажды уже закончилась для японского народа национальной катастрофой, а ее трагические плоды для стран Европы и Азии еще свежи в их памяти. Большое спасибо и с наступающим. Вас тоже. Спасибо. Альма-Ядин, пожалуйста. Да, добрый день. Поздравляю вас с наступающим праздником. Спасибо. Поблагодарить за возможность быть на мероприятии 24-го. Было очень приятно. Спасибо большое. Спасибо. Вопрос. Избирательная кампания началась. А вместе с ней западные СМИ развернули клеветудную кампанию. Есть ли планы противодействия ей или это будет контрреакция? Вы знаете, антироссийская дезинформационная кампания развернута Западом задолго до запланированных на 2024 год выборов. Это началось, я даже не знаю, когда. Это всегда было. Просто разная степень, разный масштаб. Сейчас просто добавляются нюансы к этой антироссийской информационной кампании. Вы, наверное, обратили внимание, определенное противодействие уже ведется по линии Центральной избирательной комиссии нашей страны. Разоблачительные оценки делаются рядом российских политиков, общественных деятелей. В МИД создана комиссия по организации выборов за рубежом. Она, помимо прочего, ориентирует наше РЗУ на проведение соответствующей информационно-разъяснительной работы среди соотечников и зарубежной аудитории. Эти усилия мы будем продвигать и наращивать на различных площадках министерства, выступлениях руководства и так далее. Мы ведем эту работу, еще раз подчеркну, на плановой основе. Мы занимаемся дозавуированием, опровержением, продвижением реальной информации. Но жизнь носит свои коррективы, наверное, придется прибегать и к такому кризисному реагированию, потому что не все можно предусмотреть. Но мы к этому готовы, мы живем вот в таких условиях очень давно. И у нас уже существует целый набор методов, которыми мы себя можем обезопасить и обеспечить собственную безопасность. Спасибо. С нами ли голос отечественного? Здравствуйте, Мария Владимировна. Здравствуйте. Мы часто слышим от официальных источников, что чем более дальнобойные вооружения будут поставлять США и НАТО на Украину, тем дальше мы будем продвигать границы безопасной территории. Скажите, пожалуйста, насколько далеко мы будем это делать? Не поняла. Чем более дальнобойные... Дальнобойные вооружения будут... Тем дальше мы отодвинем границы безопасности. Я честно... Ну, вы знаете, я, честно говоря, не очень, так сказать, понимаю, какие цитаты вы приводите. Давайте я все-таки, опять же, вернусь к заявлениям президента нашей страны. Задачи специальной военной операции четко определены руководством России в день ее начала. Это главное. Сопутствующие вопросы, включая поставленные вами решаются и будут решены в рамках демилитаризации и деноцификации территории, пока еще находящихся под контролем киевского нацистско-модернского режима. Это все вопросы тактики и стратегии наших военных, Министерства обороны и соответствующего силового блока нашей страны. Ну, в частности, такое заявление сделал Сергей Шойгу. Он сказал... Это... Поэтому я и говорю, что эти меры прорабатываются в виде тактики и стратегии силовым блоком нашей страны. Благодарю вас. Второй вопрос. Скажите, пожалуйста, какую роль в развале Советского Союза сыграли Беловежские соглашения и стали ли они реальной причиной ликвидации Советского Союза? Если нет, то в каких документах закреплен Респад Советского Союза? Мы... Вы знаете, опять же, это не компетенция Министерства иностранных дел. Это вопрос к историкам, наверное, возможно, к тем, кто занимался стыковой проблемой истории и права. Я думаю, что я смогу проконсультироваться с нашими юристами, которые посоветуют, какую литературу я могу рекомендовать вам для этого. Благодарю. Тогда у нас остается третий, последний вопрос. Скажите, пожалуйста, как можно относиться к идеям некоторых украинских деятелей о том, чтобы совместно с Россией предъявить Западу коллективный иск о возмещении ущерба? И имеет ли такой вариант развития событий право на существование? Возможно ли, чтобы мы вместе с Украиной в очередной раз отстаивали нашу территорию, наши интересы? Вопрос о компенсации ущерба, безусловно, будет решаться, но это вопрос будущего. Сейчас стоят практические цели и задачи, сформулированные руководством нашей страны. А обсуждать конкретные параметры и механизмы того, о чем вы говорите, сегодня преждевременно. Мы неоднократно рассуждали об исторической ответственности Запада за все происходящее на Украине. Поэтому, безусловно, как я сказал, еще раз повторю, эти вопросы будут обсуждаться в будущем. А сейчас необходимо завершить то, что было заявлено и мотивировано, и объяснено с фактами на руках. Спасибо. С нами Ливи Релк. Добрый день, Мария Владимировна. Здравствуйте. Я бы хотел вас поздравить с прошедшим днем рождения и с наступающим новым годом. Спасибо большое. Я вас тоже с наступающими праздниками поздравляю. Учитывая, что в этом году было очень много таких негативных, даже трагических новостей, в конце года хочется просто попросить вас вместо вопроса, что бы вы хотели пожелать Армении, армянскому народу в новом 24-м году. Я, безусловно, считаю, что апеллировать к народам с пожеланиями, поздравлениями и так далее, все-таки это прерогатива руководства либо той самой страны, о которой идет речь, либо в качестве вот такого акта это все-таки, опять же, прерогатива руководства другого государства, но именно на высшем уровне. Могу только тогда сказать в неофициальном плане и действительно констатировать, что прошедший год был непростым для очень многих стран и для очень многих народов мира, и он был непростым для Армении, ее дружественного нам народа. Мы видим попытки внешних сил втянуть Ереван в еще более опасные геополитические игры. Мы видим, как Западу абсолютно безразлична судьба армянского населения, народа Армении. Они используют их чувства, их историческую память, их боль и страдания исключительно в собственных интересах. И с учетом союзнического характера отношений мы готовы всячески содействовать миру, стабильности и процветанию Армении. Для нас это действительно имеет важнейшее значение. По целому ряду причин. Это наша общая история, это взаимопроникновение и народов, и культур, это и стабильность регионального плана. Это, кстати говоря, и общие вызовы, и общие проблемы, которые стоят, которые проще решать вместе. Благодаря торгово-экономическим связям с Россией и другими странами, участницами ЕАЭС, экономика Армении демонстрирует внушительный рост. Я уже об этом говорила. Со своей стороны настроены на дальнейшую реализацию всех намеченных проектов в ключевых областях кооперации. Мы видим хорошие перспективы для нормализации отношений между Ереваном и Баку на основе трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана в 2020-2022 годах. Есть предпосылки для налаживания отношений между Арменией и Турцией. И в целом мы заинтересованы в снижении конфликтности на Южном Кавказе и раскрытии богатейшего потенциала этого региона, чему в том числе могло бы способствовать расширение взаимодействия в рамках консультативной региональной платформы 3 плюс 3. Ну, это, в общем, я повторила базовую нашу позицию. Но от себя, просто от души я желаю народу Армении, коль скоро вы спросили, мира, благополучия в новом году и, по возможности, меньше проблем, чем те, с которыми столкнулись в году уходящем. Спасибо большое. С нами Литвирская, 13. Мария Владимировна. Да, здравствуйте. От лица редакции Тверская, 13, хочу поздравить вас и всех ваших коллег с наступающим Новым годом. Пусть этот год принесет вас радость, удачу и благополучие, и каждый день будет наполнен светлыми моментами. У нас сегодня два вопроса. Подведя итоги уходящего года, какие значимые события вы могли бы выделить? Чего удалось добиться за текущий год? И какие приоритетные планы предстоит выполнить в 2024 году? Ну, я буквально на этот же вопрос отвечала на прошлом брифинге, задал его корреспондент радио «Сага». Я могу только повторить то, что сказала, потому что за неделю вряд ли что-то такое кардинальное можно припомнить за прошедшую. Конечно, принятие концепции внешней политики, новой, обновленной, я бы сказала, абсолютно новаторского документа для нас. Ее реализация – это и расширение БРИГС и саммита Россия-Африка, и реальное противодействие с демонстрацией результатов той заявленной западом изоляции нашей страны. Это и преодоление санкций, преодоление за счет внутренней перестройки, структурной перестройки экономики, за счет внешней работы. Это и, конечно, большое количество конкретных результатов на Ниве в многополярности. Не буду перечитать, но даже сегодняшнего брифинга явствует, что мы участвуем в большом количестве интеграционных проектов, двусторонних, многосторонних форматов в различных частях света, результативно, эффективно, с конкретной отдачей для страны и для народа. Ну, это вот кратко, если говорить, а хочу еще раз напомнить, что итоги года будут подведены министром иностранных дел России. Ну, я думаю, что многое будет сказано завтра в ходе прямого эфира, интервью Дмитрию Киселеву на «Россия-24». А глобальное подведение итогов года в ходе большой пресс-конференции Сергеевич Лавров сделает в январе, уже года нового. Мы вас всех приглашаем. Не слышно, звука нет. А, вот сейчас слышно, да, прекрасно. Мария Владимировна, что бы вы пожелали лично от себя россиянам в Новом году? Можно я пожелаю всем? Я традиционно всегда заканчиваю каждый брифинг словами о пожелании благополучия. Это очень широкое слово. Здесь все и материальное, и духовное разное. А к этому своему традиционному пожеланию я бы добавила пожелание любви в Новом году. Во всех ее самых лучших проявлениях. Любви в рамках семьи, любви к близким, любви близким к вам, любви к жизни, любви к окружающему миру. Той самой любви, которой должен жить человек, который он сполна одарен, и которую должен реализовать и себе во благо, и во благо окружающему, и миру в целом. Вот это бы я хотела пожелать. Если нет у нас больше вопросов, если вопросов больше нет, то разрешите мне поздравить вас с наступающими праздниками. В каждом государстве, в каждой стране, у каждого народа эти праздники имеют свои традиции. Они разные, во многом схожие, во многом имеют свои национальные черты. Вот я желаю всем отметить эти праздники достойно, красиво, загадать важнейшие желания для вашей жизни, для всего нашего земного шара. А мы все хотим одного, мы все хотим мира и благополучия нашим будущим поколениям, благополучия странам и народам, которые должны и могут жить в мире и гармонии друг с другом. Я желаю вам в Новом году достижения, в первую очередь, именно этого, ну а также всех тех ваших сокровенных желаний, которые вы загадаете. С Новым годом! Для нас еще и с Рождеством, как и для огромного количества людей во всем мире. Счастья, благополучия, исполнения желаний. Спасибо, до встречи в Новом году. Продолжение следует...